10 дней назад правительство Российской Федерации озвучило свои предложения поднять пенсионный возраст для женщин на 8 лет, для мужчин на 5. Что изменилось за эти 10 дней? По призыву Конфедерации труда России свыше 2 миллионов 100 тысяч человек, граждан Российской Федерации, через платформу Ченчок обратились к президенту, правительству и Госдуме с требованием не принимать закон, который лишает их будущего и лишает их денег. В ряде регионов поданы заявки на публичные миссинги и выступления. 28 июня – Новосибирск, 29 июня – Петербург-Кастрахань, 30 июня – Казань, 1 июля – Омская география на самом деле намного шире. Использован и официальный правительственный ресурс Российской общественной инициативы, где целых две петиции, невзирая на очень сложную процедуру по этому сайту, собрали более 100 тысяч голосов и стали обязательными для рассмотрения российским правительством. Публично выступила против принятия решения о повышении пенсионного возраста Конфедерации независимых профсоюзов, то есть те самые профсоюзы, которые традиционно были партнером Единой России. Публично выступили все три оппозиционные фракции Госдумы с пределой России КПРФ и ЛДП. Наконец, сама Единой России оказалась все не так ровно. Депутат Ветлушских, депутат Поклонская, мэр города Владивосток заявили о том, что они не поддерживают предложение повышения пенсионного возраста и выступают против такого решения. На фоне этой серьезной массовой народной волны, которых никогда не было еще в Российской Федерации по темпам своего развития и по масштабированию, правительство явно начинает чувствовать себя очень неуютно. Еще до внесения закона в Государственную Думу пошли намеки о том, что повышение пенсионного возраста для женщин должно быть не на 8, а на 5 лет. Идут публичные заявления о том, что вы не тревожитесь, мы там много что поправим при рассмотрении ко второму чтению. Такого не было раньше никогда. Это означает только одно, что если вслед за выступлениями в социальных сетях и в интернете граждане выступят еще и на улицах, не будет никакого повышения пенсионного возраста. Если количество людей будет хотя бы сопоставимо с числом тех граждан России, которые в формате самоорганизации вышли на акцию «Бессмертный полк», это означает, что не будет никакого повышения пенсионного возраста и проект правительства будет так же забыт, как они его вносили. И шансы на это очень высоки.